Доброго времени суток друзья, вы на канале Ашот Ньюс 2. Каждый армянин от рождения является историком. Спросите любого армянина про историю и он вам такое расскажет, что у вас яблоки глаз выйдут из своих орбит. Единственная проблема в том, что эти армянские истории не имеют ничего общего с настоящей научной историей мира и региона. Буквально каждый армянин, в ходе словесной перепалки, обязательно отправит вас читать историю. Только никак не мировую историю, а армянскую версию. Сегодня я вам расскажу, про несколько зазубренных шаблонов, которые армяне используют при каждом разговоре либо комментарии, касающегося армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. Давайте посмотрим, что это за шаблонные термины и совпадают ли они с настоящей историей мира и нашего региона. Итак, поехали. Первый зазубренный армянский шаблон азербайджанцев придумал Иосиф Сталин и подарил Нагорный Карабах Азербайджану. Это, конечно же, ложь и незнание недалекой истории. Дело в том, что Азербайджан как республика появилась в 1918 году, тогда как Иосиф Сталин пришел к власти в 1925 году. Поэтому Сталин никак не мог придумать страну, которая была создана за 7 лет до вступления Иосифа Сталина на должность руководителя КПСС. А термин «азербайджан» был известен еще тогда, когда Иосифа Джугашвили вовсе не существовало. Также Иосиф Сталин не мог придумать и название «азербайджанец», потому что первые упоминания про азербайджанцев есть в русской энциклопедии 1911 года. В французской энциклопедии азербайджанцы упоминались в 1900 году. А в первом издании энциклопедии ислама французский востоковед Климар Юар указывает население Карабаха как «азербайджанцы». Теперь о том, что Сталин подарил Карабах Азербайджану. Как это возможно, если Карабах никогда не был в составе Армении? После вступления Азербайджана в СССР, 4 июля 1921 года было решено передать Карабах Армении. Однако новым решением 5 июля было решено оставить Карабах в составе Азербайджана. Почему-то историю в 5000-6000 лет армяне помнят хорошо, а вот историю 100-летней давности вспомнить не могут, точнее не хотят. Как видим, советское правительство не то, что подарило Карабах Азербайджану, а совсем наоборот, хотело подарить его Армении, но передумало. Поэтому все эти полуприпадочные заявления армян уходят на дно как титаник после столкновения с айсбергом. Второй, зазубренный армянами шаблон. Это попытка унизить азербайджанцев тем, что они меняли алфавит. Лично мне непонятно, чему тут стыдиться. Ведь алфавит меняли не только азербайджанцы, но и казаки, а также и русские, и турки, туркмены, и молдаване, и узбеки. А если взять масштабнее, то почти вся Европа перешла когда-то на латиницу. Разве это повод для стыда? Видимо армяне не понимают, по какому поводу можно стыдиться, а по какому не следует. Стыдно воровать, стыдно врать и убивать невинных людей, а не менять свой алфавит. Тем более, когда сам армянский алфавит скопирован с древнего эфиопского алфавита. Третий используемый армянами шаблон. Это ухмылка по поводу того, что Азербайджану 100 лет, а у армян 5000 лет истории. Мне одному кажется, или этот народ действительно зомбирован до костей мозга. Во-первых, 100 лет не Азербайджану, а Азербайджанской республике. А теперь вопрос армянам. А сколько лет Армянской республике? Разве не 100 лет? Неужели вы не знаете день создания своей республики? Если не знаете, то стыд вам и позор. А если знаете, то какого черта вы несете этот бред? До того, как Азербайджан стал республикой, он проходил разные трансформации. На его территории были и ханства, и большие и малые государства. Он входил и в территорию Персии, а также был независимым государством с разными названиями. Предки Азербайджанцев возглавляли огромную империю сефевидов. Если не верите, то откройте Википедию и прочитайте, какой государственный язык был при дворце сефевицких шахов, и чьими предками были отважные воины Казалбаши. Теперь что касается армянской четырех- либо пятитысячелетней истории. На планете есть несколько древних народов, но ни один из этих народов не указывает пальцем, допустим на американцев, и не ухмыляется тем, что американцам как нации 500 лет. Я никогда не слышал, чтобы евреи смеялись над арабами Палестины, указывая на свою древность. Я никогда не видел, чтобы греки смеялись над другими европейцами, указывая на свою древность. Только армяне болеют этой древностью, думая, что древность делает их народ умнее, и позволяет ей чувствовать себя вольготно по сравнению с другими народами. В таком случае эскимосы должны угорать над армянами. Потому что эскимосы древние армян. Эскимосскому гарпуну, найденному археологами, 3300 лет. Возможно на этом этапе развития древних эскимосов, многострадальные древние армяне, еще жили на деревьях и питались ягодами и фруктами. Поэтому когда вы ухмыляетесь над кем-то, трижды подумайте, чтобы самим не стать объектом насмешек. Четвертый армянский шаблон. Вы наверняка сталкивались с тем, как армяне блеют в комментариях. Это очень смешно и необычно наблюдать, как взрослые люди блеют в комментах лучше, чем бараны. Почему это происходит? Во-первых, от глупости и необразованности, а во-вторых, из-за того, что два древних азербайджанских государства когда-то назывались Ахкоюнлу и Каракоюнлу. Это два мощных азербайджанских государства средних веков, которые имели тотемы барана. Сегодня у нас устоялось мнение, что бараны это глупые животные, но в древности их считали смелыми и выносливыми животными. Сами подумайте, никто бы не стал называть свое государство, используя в качестве тотема слабое либо глупое животное. Например, если в древнем Китае вы назвали бы девушку змеей, это считалось бы комплиментом. Но сегодня это будет звучать вовсе не как комплимент, а как оскорбление. Дело в том, что в Китае змея считалась символом изящества и мудрости. Точно так же бараны на Кавказе считались смелыми и выносливыми животными. Неспроста кавказский танец, который сегодня именуется как лесгинка, носит в себе элементы повадок горного козла или барана, а также орла. Из всей этой истории, услышав только слово баран и взяв это на вооружение, ухмыляться над народом, культура которого питает веками твое племя, вверх идиотизма и тупости. Пятый зазубренный армянский шаблон. Это то, что армяне внесли вклад в город Баку, в его архитектуру и нефтяную промышленность. Отвечу на это очень коротко. Да, вы правы. Армяне как граждане своей страны вносили вклад в развитие своего города. Но эти армяне были не из Армении. Они вкладывали в Азербайджан, не деньги Армении или каких-то армянских меценатов из других государств. Они вкладывали и развивали страну на деньги этой же страны. То есть Азербайджана. Эти граждане Азербайджана, армянской национальности, по милости завистливых армян из Армении стали беженцами и покинули свою родину. А теперь в качестве контрольного выстрела. Армяне вкладывали в Баку, строили и работали. Согласен. А азербайджанцы подарили и оставили вам армянам, целую страну, Армению со столицей в Ереване. Когда армяне объявляли республику Армения, в 1918 году в Тбилиси, Ереван еще не был армянским городом. Как говорится, заходи и живи. Так, кто кому что оставил. Продолжение следует.